Всем привет! Сейчас я хотел бы записать для вас видео с рассмотрением ситуации, с которой, наверное, сталкивались многие покупатели, которые делали покупки на Алиэкспресс. В частности, такая ситуация случилась и недавно у меня, буквально три дня назад. Я получил посылку, видео с распаковкой этой посылки есть у меня на канале, я вставлю также в видео ссылочку туда. Я заказывал зимние ботинки кожаные, и когда я получил эту посылку, то оказалось, что ботинки есть, но это немного другая модель. У них была совсем другая подошва, ботинки были другого цвета и ботинки были большего размера, чем было описано в таблице на сайте у продавца. И рассмотрим вопрос, как избежать таких ситуаций, и что делать, если все-таки, вопреки всем принятым мерам, такая ситуация случилась. Вот сейчас я вам покажу эти ботинки, которые я заказывал. То есть, я их заказывал в темно-сером цвете, вот такие вот они должны были быть. То есть, я их заказывал, исходя из вот этой таблицы размеров, которая указана, то есть, вот измерение длины стопы, измерение обхвата стопы. То есть, по этим размерам, то у меня получился как бы 42 размер. Например, и вот это коричневый цвет, и вот это вот такого цвета, вот это темного цвета они должны были быть. Вот обратите внимание, какая здесь подошва. Вот, и видео, если посмотрите мои видео распаковки, посмотрите, что на самом деле, как бы, мне пришло. То есть, и когда, например, хотел посмотреть эту страничку, то есть, если сделать вот так вот, то видите, что продавец уже эту страничку удалил. То есть, у нас остался скриншот только нашей покупочки, который делается во время заказа на Алиэкспресс, во время его заказа и оплаты. Но, если, например, вдруг этого скриншота не будет, у них тоже есть определенное время жизни, то потом вот так вот можно вообще как бы получить вот такое вот. То есть, вы потом даже ничего не сможете ни показать, ни рассказать так дальше. То есть, перед тем, как заказывать этот, точнее, после того, как я заказал эти ботинки, то, в принципе, после каждого своего заказа, то есть, я беру и делаю такую операцию, которую рекомендую, в принципе, делать и вам. То есть, я в браузере нажимаю, сейчас сделаю поменьше, чтобы было видно, нажимаю файл, сохранить, как, указываю место, куда я хочу сохранить, название странички и сохранить. То есть, я делаю полную копию странички. И вот у меня есть папочка с заказами, orders, и здесь у меня хранятся все-все странички всех моих заказов. Для чего я это делаю? Делаю это для того, чтобы можно было потом в случае того, что если страница была удалена, если что-то случилось с криншотом и так дальше, чтобы можно было доказать, точнее, продавцу вытянуть фотографии с описанием и так дальше, чтобы можно было предъявить какие-то доказательства при каких-то спорных ситуациях. Вот видите, я открыл файлик оттуда, и вот, пожалуйста, у меня страничка есть вот с этими размерами. То есть, например, в частности, вот есть вот термины доставки, за сколько он должен был отправить, гарантии продавца. Потому что на скриншоте обычном, то есть, нету ни терминов доставки, ни то, что продавец обещал. То есть, если, например, продавец обещал вам доставить товар за 39 дней, допустим, да, но этот 60, то есть, вот на таком скриншоте у вас этого не будет видно, то есть, вы не сможете предъявить претензию, что там ваш товар не пришел там в этот срок и так дальше. Вот, и не сможете предъявить претензию, там, если, например, вы выберете там какую-нибудь там службу доставки, там, а он отправил вам другой службы доставки, то есть, вы можете сказать, а там так и было. Вот, ну, это как бы нюансы, которые стоит учитывать. Итак, по сути, то есть, когда все это дело я получил, как бы в тот же день, то я подготовил материал, снял видео о распаковке, сделал фотографии, как бы, и, соответственно, как бы, начал процедуру открытия диспута. Диспут, вот, я открывал, то есть, диспут я открывал, приложил фотографии, какая должна была быть подошва, то есть, вот так вот я сделал, приложил фотографии, какая пришла подошва, ну, и, соответственно, как бы, кстати, ботинки не оказались не совсем зимние, то есть, это я тоже указал, то есть, все, все мои претензии, все, все было, как бы, указано. То есть, диспут я открывал таким образом, то есть, opendispute, здесь я указал, что я получил товар, ну, указал, что это был другой размер, цвет, дизайн, материал и так дальше. И в сумме, которую я запросил, я поставил full refund. Почему я поставил полный возврат денег? Потому что, из своего личного опыта скажу, что чем больше просишь, тем больше вероятность того, что получишь ту сумму, на которую ты рассчитываешь. То есть, если будете просить какое-то возмещение, компенсацию, то всегда просите больше, чем вы хотите получить. Потому что продавец, как правило, начинает с вами торговаться, начинает, как бы, что-то там, какие-то аргументы приводить, что-то там, извиняться, там, говорить, что, как бы, мы там мало зарабатываем и так дальше. То есть, ну, и, как правило, в большинстве случаев, то потом они предлагают сумму, которую они могли бы возместить, как бы, ну, и, в принципе, она более-менее, ну, по крайней мере, в моих ситуациях она, как бы, совпадала. И вот, открыл я диспут, и в диспуте я описал, что, диспут history, вот, я описал, что продавец прислал мне не ту модель, раз, что обувь не того цвета, два, третье, что размер обуви не соответствовал таблице размеров, размеров, которые было указано на, в описании товара продавцом, четвертое, что это не зимние ботинки, и пятое, что очень сильно была повреждена коробка. Это очень хорошо видно на видео распаковке, то есть, я, как бы, мотивировал Билл на то, что, если вдруг даже мне придется продавать эти ботинки, носить я их так, как не могу, потому что они большие, как бы, вообще не то, что я заказывал, то мне тяжело будет продать, там, с плохой коробкой, как бы, и так дальше. Ну, и написал, что, ну, мотивировал, почему я хочу всю сумму, написал, что я не хочу платить, когда, за то, что меня обманывают, то есть, ну, это недопустимо, это нехорошее отношение к клиенту, ну, и, соответственно, приложил видео распаковки, вот, я оставил здесь ссылочку, как бы, и так дальше. Ну, в этой ситуации, как бы, диспут у меня завершился довольно быстро, потому что практически, там, буквально за минут 20-30 продавец мне уже, как бы, написал, то есть, там, он, там, сильно, там, извиняется, что, там, мол, они, там, отправили, там, не то, не то, это не там с фабрики пришло, там, и так дальше, ну, то есть, как всегда они-то все делают, говорят, что они очень мало на этом зарабатывают, то есть, что они тоже потеряют деньги, как бы, ну, я все это понимаю, как бы, но когда я что-то заказываю, я хочу это получить, то есть, ну, я не хочу получать вещи, которые я не заказывал, которые я не могу использовать, как бы, ну, и деньги, Это не 10 долларов, это 60 долларов, это на дороге, как говорится, знаете, не валяется. Ну и продавец мне сразу же выдвинул встречное предложение, то есть говорит, я готов вернуть тебе половину суммы, то есть вот он сразу поменял условия диспута, и говорит, 31 доллар он мне вернет. Ну в принципе, я сейчас, наверное, с того начала наполовину рассчитывал, то есть с расчетом на то, что за вторую половину, то есть за 30 долларов, то я их продам, я думаю, что у меня с руками как бы их заберут, что кстати и случилось, то есть я на следующий день начал распространять информацию, что у меня есть такие вот ботинки по очень сладкой цене, всего лишь там за 30 долларов, то у меня короче с руками оторвали еще до конца этого дня. И на следующий день потом еще люди звонили, там хотели брать, я говорю, ну все, извините, уже нету, забрали уже. Вот, ну я, конечно, согласился на эти условия, то есть 31 доллар, то мне будет возмещен, то есть половина, ну практически половина стоимости этих ботинок, что в принципе удовлетворяет моим запросам. То есть если у вас может случиться подобная ситуация, то есть, ну всегда помните, первое, это что, когда вы выбираете обувь, одежду или еще что-то, то всегда смотрите на таблицу размеров. То есть если вы выбираете по таблице размеров, и потом что-то у вас происходит как бы не так, то есть не тот размер пришел вам и еще что-то, то вы можете как бы мотивировать сразу же это тем, что вот я смотрел по твоей таблице размеров, вот у меня как бы все подходило, а вот пришло по факту вот снять на видео, на фото, Чтобы померять Увидишь, оно больше, оно не подходит То есть, оно не соответствует И, соответственно, определять претензии продавцу Вот Не рассчитывайте на то, что, например, если у вас Размер, например, одежды Выносите постоянно М-ку Что все китайские вещи М-ки вам будут подходить Это совершенно не так То есть, я заказывал одну курточку У меня, как бы, в основном М-ка Но я заказал ее 2ХЛ Например, вот другую зимнюю куртку я заказывал То есть, она четко попала М-ка в М-ку Все было хорошо Ну и третью заказывал То есть, ну, пришлось заказать XL По тем размерам, которые Как бы, были указаны на сайте На В описании товара, который я заказывал То есть, вот такая вот ситуация была То есть, ну, всегда помните, что вам нужно Перед тем, как заказать, это постраховаться То есть, все хорошенько проверить Сверить размеры Сверить цвета Сделать какую-то копию страницы Если там, ну, если хотите, конечно То есть, это я, в принципе, так делаю Вот, то есть, сделать себе Как бы, плацдарм для отступления Чтобы можно было в случае чего Предъявить какие-то доказательства Ну, и если у вас получилась Как бы, какая-то ситуация Что не то вам что-то приехало Не то вам что-то пришло То, соответственно, как бы Не бойтесь, там, открывать диспуты То есть, требовать у продавца Свои деньги Потому что, как бы, это ваши деньги То есть, не стоит их никому дарить И если продавец пару раз обожжется То в следующий раз он будет лучше думать Перед тем, как отправлять Не то, что человек заказывал Потому что он будет знать Что, ну, с него же потребуют деньги Он потеряет Он потеряет свою прибыль То есть, у него это будут убытки Ну, вот такая вот ситуация была То есть, это, как бы, разбор этой ситуации Что делать, если вы получили Не тот товар То есть, не тот размер Не тот цвет, как бы, и так дальше То есть, это касается не только обуви Касается, в принципе, любого товара Там, одежды, куртки, вещей Как бы, всего, чего угодно То есть, сейчас получишь Потому что, ну, я, честно говоря Получаю не первый раз Не то, что я заказывал То есть, это второй или третий раз Вы мне получали не то, что я заказывал Но во всех случаях То, ну, я выходил из этой ситуации Скажем так, победителем Потому что я добивался того, чего я хотел Потому что, если я что-то заказал То, значит, я это должен получить Если я пришел, что не то Значит, это ошибка продавца Если это ошибка продавца Значит, я за него не должен платить То есть, за это должен платить продавец Вот такая вот ситуация Это, в принципе, все Большое всем спасибо за внимание Надеюсь, что мое видео вам понравилось Что оно, возможно, будет полезным Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, оставляйте комментарии Буду очень раз на них отвечать Все, всем большое спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok